Добрый вечер! В эфире телеканал Репортер 73, программа «Разберёмся». Сегодня в этой студии мы будем говорить об экологии, о том, что нас окружает. Почва, леса, вода, воздух. Всё это на нас влияет, и на всё это влияем мы. Насколько сильно будем говорить с гостями нашей студии, а также обсудим, что нам с этим всем делать, и можно ли вообще как-то изменить ситуацию к лучшему. Сегодня с нами Дарья Владимировна Некрасова, заместитель министра природных ресурсов и экологии Ульяновской области. Ксения Владимировна Силантьева, начальник управления по охране окружающей среды и администрации города Ульяновска. Максим Анатольевич Корольков, эколог и орнитолог. И Дмитрий Юрьевич Семёнов, методист по эколок-корривическому образованию Центра детского творчества номер 6 города Ульяновска. Дарья Владимировна, вы тут по званию самой старшей будем так говорить, поэтому с вас начнём. Обозначите, пожалуйста, основные экологические проблемы региона вот в 2024 году, и что мы с ними делали? Ну, если говорить о, так скажем, ведении, то, что находится у нашего министерства, это первоочередная реализация национального проекта и федеральных проектов «Чистая страна» и «Оздоровление Волги». Это два крупнейших объекта на территории Ульяновской области. Это рекультивация полигона ТКО в Красном Яре и ликвидация объекта накопленного вреда в Виновской роще. Наверное, наиболее проблемные, и они были выбраны, так скажем, по той причине, что они воздействуют на наибольшее количество людей, проживающих в границе города, и, соответственно, они были выбраны как приоритетные. В последующем, конечно, у нас есть не менее опасные объекты. Это нефтезагрязнение на нижней террасе. Безусловно, это один из крупнейших объектов, который воздействует на территории Заволжского района на граждан и оказывает серьезное негативное воздействие. Также есть достаточно серьезные крупные свалки, которые на сегодняшний день не используются. Также они планируются включению в новый федеральный проект «Генеральная уборка». Таких объектов у нас четыре на сегодняшний день, с которыми мы работаем и готовим проектно-сметную документацию. Это два объекта в границе города Ульяновска и два объекта, по одному объекту в Барышевском районе и в Сенгелеевском районе. Соответственно, они отобраны как крупнейшие объекты и планируется их рекультивировать и, соответственно, снизить воздействие на окружающую среду. Спасибо большое. Ксения Владимировна, давайте с вами продолжать. Для Ульяновска непосредственно, как для города-полумиллионника, больше чем, где живет половина жителей области, какая проблема самая острая? Я считаю, что для всех и каждого основная проблема – это низкая культура, экологическое именно население. У нас не было бы всех озвученных Дарьи Владимировны проблем, если бы каждый гражданин нес ответственность за экологию. У нас не было бы проблем с Маришкой, у нас не было бы стихийных сквалок, как больших, так и малых. И тот же самый объект про мазут-хранилище, то, что Дарья Владимировна озвучила. А каким образом я влияю на мазут-хранилище, как житель Ульяновска? Бумажку кинул мимо урона, и сразу в мазут-хранилище... Это же тоже сделал какой-то человек недобросовестный. Безусловно, это ответственность физических и юридических лиц, которые понимают, что оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Не зря у нас есть так называемый налог негативного воздействия на окружающую среду, который у нас, ну, который так называют сейчас зеленые деньги. Из них часть поступает, получается, в органы местного самоправления, и часть в региональный бюджет. Собственно, за счет этих денежных средств и планируется ликвидировать в дальнейшем свалки. То есть если бы изначально экологическая культура людей, которые занимаются промышленностью, занимаются любой коммерческой деятельностью, и они понимают, что они оказывают это негативное воздействие, и они понимали бы меру ответственности на то, что они сбрасывают нефть не в тех местах, да, аварии у нас техногенные образуются, то есть то, что произошло в Виновской роще, да. Это в любом случае ответственность. И человек просто не хочет брать ответственность на себя, осуществляя вот эти действия. Ну и, соответственно, все вытекающие последствия. Мы приходится органам власти соответствовать с этим бородом. Понятно, хорошо. Да, Ксения Владимировна, безответственность в целом населении, такая определенная безответственность экологического плана есть. Хорошо. Вот из объектов, которые есть на территории Льяновска, Виновка, Мазут, что у нас еще есть? Свалка постоянная на объездной дороге на телескоп-шоссе, да? Вот для администрации Льяновска какая наиболее острая проблема? Качество питьевой воды наиболее острых проблем. Сейчас решаются реконструкции КОСК и левобережных очистных сооружений. Также мы включены в ликвидацию в Виновской роще мазут, хранилище также. Включены абсолютно, город выключен абсолютно во все проблемы экологические. А первым делом вы, кстати, называете воду. На это мало кто обращает внимания. Потому что все знают Виновку, все знают эту яму с мазутом знаменитую, да? А то, что у нас вода какая-то, ну какая-то, тем более всех фильтров. Вода – это наш невидимый враг. Мы и не видим, а недостаточная очистка ее может причинить значительный вред здоровью. Многим поколениям. Ну буквально сегодня, кстати, она зацвела. Я предлагаю с Максимом Анатольевичем продолжать. Волга сегодня-вчера, вот буквально на днях, да? Вся покрылась зеленью, абсолютно вся. И с этим тоже непонятно, что делать. А плюс еще и превышение концентрации железа в воде на пляже, из-за которого мы не можем открыть купальный сезон. Почему все это на нас сваливается? Ну, во-первых, вопрос, связанный с атрофией, да? То есть вот это вот цветение, так называемое, ну, то есть по-научному говоря, это повышение количества сенезеленых водорослей, оно связано с нескими факторами. Первый фактор – это, конечно, стоячая вода, когда вода не двигается, да? То есть у нас идет процесс нагревания, повышение температуры воды, ну и, соответственно, идет процесс бурного цветения и бурного роста сенезеленых водорослей. Ну, второй момент – это, конечно же, загрязнение, благодаря которому тоже это все происходит. Чем больше приходит, соответственно, тех или иных отходов, да, которые… А это не секрет никакого, да, что отходы туда тоже попадают иным путем. То есть, например, и всевозможные истоки, да, и, соответственно, разный бытовой мусор и тому подобное. Это тоже влияет непосредственно на качество воды. А есть какое-то исследование, которое бы показало, с какого года примерно Волга начала зеленеть в границах? Ну, как бы в границах, если брать, то зеленение Волги идет процесс создания водохранилища. Это была самая большая проблема, которая была. Стоячий водоем, соответственно, идет процесс, идет процесс зацветания. То есть чем больше, соответственно, двигается вода, тем идет больше проточ droplets. Ну, мы все прекрасно знаем, да, то есть у нас есть более быстрые реки, даже та же самая с Вьягой, да, то есть мы можем сравнить с Вьягой такого цветения сенезеленых водорослей мы не увидим. Мы увидим, да, что там водоросли есть, но есть большие движения, где большие движения, там, ну, а уж про быстрые какие-то реки, там, какие-то типа Суры, там еще, там же нет цветения. Вот почему? Потому что как раз идет движение быстрой воды. Здесь идет процесс, соответственно, стоячий, то есть застаивание. Понятно. С этим, вот, положил руку на сердце, ни вы, ни я, никто из жителей Ульянска, наверное, не справится. Даже если мы все вместе выйдем и начнем с очками эту зелень отлавливать. С чем мы можем справиться в границах города, в границах области? Какая экологическая проблема, в принципе, на ваш взгляд решаема и что для этого нужно? Ну, мне кажется, что самая решаемая проблема на самом деле для региона, она самая сложная на самом деле, но решаемая это повышение экологической культуры. Мне кажется, это вообще важнейшая проблема, которая должна ставиться, прежде всего, вообще априори и выше. У нас, понимаете, у нас экономическая составляющая везде, она выше идет, чем экологическая грамотность. Вот, вот, то есть любое, то есть у нас как-то так вот привыкнут, так что мы пришли к этому, к тому, что экономическая значимость, она важнее, чем экологическая. Вот, то есть мы будем любым путем, ну, все граждане, да, то есть нам важнее, то есть особенно, например, для разных лиц предприятий, тех или иных, да, то есть для него считается спокойным, например, вывезти мусор, да, за ближайшие там заборы и это все свалить. Мне кажется, этот вопрос очень решаемый на самом деле любого. Если каждый человек будет ответственно относиться просто к этому, то есть если мы, например, берем отходы и сбрасываем их, например, в мусор, да, а владелец, который собирает, например, на том или ином предприятии, он не будет ближайшую, извините, там, лесополосу это отвозить, а отвозить, например, на полигоны ТБО, да, то есть вот хотя бы, вот я думаю, что этот вопрос вполне решаемый. То есть если каждый будет хотя бы элементарно мусор бросать туда, где нужно, я думаю, этот вопрос вполне решаемый. Ну, а к нутам никогда вопрос не решается. Мы не можем над каждым поставить какого-то представителя органа власти, да, который будет показывать, что вот надо обязательно сделать именно так. Мне кажется, это все зависит от того, насколько человек сам будет попытаться к этому относиться. Ну, я себя слабо представляю. Я себя слабо представляю, когда переходят пионеры к олигарху и говорят, дядя олигарх. Нет, ну, дядя олигарх должен, наверное, тоже понимать, что, ну, его, ну, конечно, он не может не понимать, что его дети, внуки, там, я не знаю, там, ближайшие родственники, они так же, или там, даже не родственники. Но если во всем мире делают так, и делают это с малого, да, то есть нашего региона, то мы, в конце концов, придем к тому, что везде будет одна сплошная мусорка. Самоконтроль нужен. Ну, конечно. А больше никаким образом это не решится. Давайте к специалисту по детям обратимся, Дмитрий Ильич. Как дети сегодня вообще понимают экологию, что это такое для них, и можно ли научить, на самом деле, любить природу не просто как вот деревья, речка, а природу как часть своего дома, где ты находишься? Вот надо признать, что у нас в городе и в области системы экологического воспитания очень даже хорошо развита. Я вот сам работаю в системе образования с 2001 года, то есть уже вот 23 года. И параллельно со мной развивается система летних трудовых детских лагерей. Это у нас есть в городе центр молодежной занятости. Десять дней дети работают и убирают именно мусор в таких вот территориях, где нет закрепленного дворника. Вимновская роща, другие особо охраняемые природные территории города. Я вот без всякого обмана, без хвостовства действительно хочу сказать, экологическая сознательность граждан у нас в городе, и, наверное, в Российской Федерации, в целом день от дня растет. И, конечно, да, в это имеет смысл вкладывать и деньги, и средства, но система эта работает, и я думаю, где-нибудь 10-15 лет она еще большие клады даст. Ну вот на данный момент меня беспокоит больше всего проблема дефицит, потому что, чтобы дети нормально развивались, для них необходима, естественно, такая природная среда, чтобы было больше деревьев, чтобы были какие-то палочки, прутики, из которых можно было делать шалаши, чтобы развивалась их мелкая моторика, чтобы они могли почувствовать себя там вот индейцами, как мы. У нас для этого есть парк Победы. Сорокалетие, Виновская роща, что у нас там еще такое из крупных лесных массивов? Юрске, Матросово. Во-во-во-во. То есть, пожалуйста, веточки-палочки, все под ногами. Ну, посмотрите, как вот я, например, жил на улице Локомотивной. Вот, пожалуйста, вышел во двор, и у тебя перед тобой и лес, и все остальное. Вот в хрущевских домах, например, там количество деревьев просто фантастическое. Там ты себя чувствуешь, себя как в естественном парке. Потому что в советские годы всегда все четко было. В общем, вот есть количество домов, должно быть обязательно количество деревьев посажено. А сейчас деревьев мы лишаемся, и дети, поколения замечательные, шикарные. Но природа дефицит. Вот у нас в Центре детского творчества недавно закончилась трудовая смена. В Виновской рощи мы работали. Вот вначале дети пришли, но никто не вылезал из своих гад, что все время постоянно вот были с телефонами. А к концу смены уже каждый там, ну, вот, конечно, удивительно, когда там 14-15-летний ребенок, палочки какие-то берет с собой, носит и так далее. И постепенно вот эти их гаджеты заменились какими-то вот такими природными объектами. Да и вообще они просто стали ценить, как мне показалось, красоту окружающего мира. Ну, на мой взгляд, это все-таки больше не про экологию, а просто про приобщение детей к природе. Вы сказали, а экологическая сознательность стала расти, а как она оценивается? По каким ретенам? А вот в том-то и дело, что дети сейчас уже, если раньше, вот, например, в начале 2000-х годов, что-то бросить там на пол, для них это было обычным, нормальным явлением, то сейчас это, скорее всего, исключение. И когда какой-то ребенок даже бросает что-то, вот, пантик или еще что-то, большинство других детей на него уже с осуждением смотрят. Это вот действительно факт. Вот даже я сам в своем детстве был грех, конечно, и бросал, и без всяких зазрений совести. Нынешние дети другие лучше. Получается, что все скверы, парки, зеленые зоны, лесопосадки, места отдыха воды, заваленные мусором, это прямое наследие наших поколений. Да вот как раз количество и снижается. Вот даже вот тот трудовой отряд, который у нас был в Центре творчества, представляете, вот возьмем отряд 2003 года. Мы мусор собирали мешками, на каждого человека по 5-6 мешков приходилось, ребенка. Сейчас дети бегут, каждый друг по другу пытается отобрать какую-нибудь пластиковую бутылочку, которую он нашел и так далее. То есть, если раньше на одного ребенка в роще 10-15 мешков за один день можно было набрать, то сейчас там один мешок с трудом на ребенка набирается. Подбрасывать надо, понятно. А то детям обидно кто-то. Все, все, мне ничего не забыло. Хорошо, давайте вот Ксения Лазировна подключим к этому обсуждению. Я что хотел уточнить. В городе же постоянно проводятся субботники и другие разные мероприятия. Вы смотрите, чем коллеги занимаются? Сколько они убрали мусора в 2023 году по сравнению с этим? Аналитику не проводим, но у нас в администрации города еженедельно выходит на санитарные пятницы, ежедневно проводятся субботники на территории города. На закрепленные территории все убираются до города. То есть, Дмитрий Юрьевич говорит, что становится меньше, а судя по вашим словам, что еженедельно проводятся все эти мероприятия, мусора меньше не становится? Мне кажется, мусор примерно на одинаковом уровне. Но я считаю, что мы должны воспитывать будущее поколение. То есть, например, если взять конкретно меня, я своего ребенка с 5 лет беру с собой на субботники, какие бы у нас ни были, зачастую, когда есть такая возможность, то есть у меня был на чистой Волге, он у меня был на Маришкином рынке, и он уже себе никогда не позволит бумажку кинуть. Экологическая культура и ответственность возникает именно с детства. Если человек с детства не мусорит, не позволяет себе такого, то и когда он вырастет, откроет какое-то свое дело. Соответственно, вероятнее всего у него будет ответственность и культура, и будет вывозить свой мусор, образовавшийся туда, когда нужно, а не за ближайший поворот, так скажем. Поэтому... Да, Дарья Владимировна, нет, сейчас хочу Дарья Владимировна подключить. Давайте сейчас вот от обсуждения таких общих вопросов экологической сознательности перейдем прям к конкретным проблемным точкам, которые мы прописали. Вот Моришкин родник, буквально накануне глава города отчитался, что вода ушла, приложил серию фотографий, действительно все видят. Даже замглавы Ленинского района послал туда с лопатой и весел откапывать. Вот. Что там сегодня? Вы были там, и почему вообще так произошло? Да, буквально час назад я там поприсутствовала, проверила, действительно, работы выполнены достаточно серьезные. То есть была осуществлена прочистка трубы, которая не давала проходить воде, в связи с чем у нас образовалось, ну, грубо говоря, болото. Найдены несознательные собственники, которые неправомерно захватили землю. Соответственно, на этой земле, на заглублении находится сам коллектор, в который впадает река Симбирка, и дальше, соответственно, она двигается по коллектору, по городу. Но та открытая часть, она была забита полностью мусором, ветками. Естественно, эту территорию необходимо приводить в порядок. Нашли общий язык с местными жителями, которые готовы принять участие в благоустройстве этой территории, потому что там и утки гнездуются у нас, ну, и все знают прекрасно, что на Моришкином роднике уток много, и можно прийти покормить. Но, опять же, уток надо кормить аккуратно, потому что порой приходишь на Моришкин родник, и там все усыпано этими корочками. Это, опять же, создает и отложения различные, и неприятный цвет воды. Поэтому не кидать, конечно, в воду вот эти все отходы пищевые, потому что экологии это точно не добавляет. В это нужно очень аккуратно и сознательно к этому относиться. Ну, конечно, хочется бросить крошечку, ну, вот порой там куча... Порой там куча пищевых отходов. Ну, и, конечно, те люди, которые приходят отдохнуть на эту территорию за период с апреля по вот июнь месяц, мы провели там не меньше трех-четырех субботников, и отходов-то как-то не становится меньше. То есть вывозим уже КАМАЗами, но мусора меньше не становится. К сожалению, вот сознательность при отдыхе граждан в таких территориях, она очень важна. Вопрос очень важный. Родник, он чей? Родник — это территория особо охраняемой, природной территории, памятник природы. Моришкин родник, и он находится на балансе региона. На балансе региона. А русло реки Симбирка? Русло реки Симбирка на сегодняшний день, она считается подземной рекой, и, соответственно, в государственный водный реестр она не включена и относится к полномочиям органов местного самоправления. Давайте к органам местного самоправления. Ксения Владимировна. Вот коллектор, который там оказался на частной территории, он вернется в муниципальную собственность? В муниципальную собственность он не состоит. Сейчас сделали заброс в Росгидромет и в Росводресурсы с целью разъяснения этого вопроса. Земля, на котором она находится, не разграничена. Действительно, администрация города Ульянска проводит мероприятие по земельному контролю. Непонятно, каким образом эта труба оказалась на территории частного лица. Между тем, силами муниципальных служб пробили коллектор, чтобы вода спустилась. Сейчас ведется работа по, так скажем, замене трубы, из которой вода течет в лотковую именно часть. Вот. Я смелюсь предположить, оказался он там просто путем самозахвата. Человек поставил заборы, потому что земля никому... Город будет межевать? Вот этот участок. Потому что, как Дарья Ланзерова говорит, она подземная, но там есть же открытая часть, ее совершенно хорошо видно и на спутниковых снимках, и она на всех карточках указана. Ее, наверное, надо всю отмежевать. Проведем муниципальный земельный контроль от объема точки. На следующей неделе запланирован выход кадастрового инженера с моим подведовственным учреждением, с моим участием. Определим, если там действительно имеет место самозахват земель, да, будем отбивать точки и межевать эту землю. Ну и, соответственно, в дальнейшем открытую часть реки Симбирки планируем принять федеральную собственность. О, даже так. Ну, путь у нас такой, потому что открытая часть действительно есть. Соответственно, после проведения всех необходимых мероприятий муниципалитета мы в дальнейшем с Росводресурсами будем отрабатывать именно такой путь. Максим Анатольевич, вы хорошо знаете эту вот историю с этим руслом? Вы там путешествовали? Я по зарослям полазил вместе с главой города. Ну, мы знаем. Просто весь участок начинает от его исток и кончая в устье. У нас получается, что здесь у нас ООПТ и водоем, да, то есть потом он дальше входит в коллектор, а дальше опять на выходе мы опять имеем открытую часть, да? Если эту землю город все-таки отмежует и определит под муниципальную собственность, есть там перспектива построения какой-то рекреации? Ну, я думаю, что вопрос этот давно уже на самом деле висит о том, что есть река Сембирка, да, что она представляет. Это непосредственно какой-то объект, относящийся к системе ЖКХ или это река, которая у нас протекает по всему городу? На самом деле это река, да? То есть мы не можем ее включить в тот или иной просто канал, да? То есть или в какую-то систему там, которая там находится, система канализации. Понятно. То, как она сегодня выглядит, своей открытой части, вот непосредственно ручеек этот, да, там деревья, кусты, это если все облагородить, может получиться рекреация или не стоит овчинка возить? Да нет, ну, конечно, она стоит. То есть там нужно, конечно, чтобы там это было нормальный, хороший участок. Это вообще, это историческое место, оно не только природное, оно историческое, связанное с городом. Вы прекрасно знаете об этом. Понятно, понятно, что это история на какое-то глобальное будущее. Да, 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 да. И потом, соответственно, это все нужно, конечно, приводить в порядок и за этим за всем следить. Хорошо, еще про одно место с Дмитрием Юрьевичем хочу поговорить, которое приводится в порядок. Уже не один год от него ломались копии, стесывались языки, работы начались, и тоже не всем понравились Винновской рощи. Что там сегодня происходит? На полуоценке, скажем так, не тех людей, кто работы проводит или кто в них заинтересован, а по оценке местных жителей, экологов, краеведов? Ну, к сожалению, Винновская роща это моя боль такая очень серьезная. Это кусочек прям моей родины, историческая такая часть. Ну и, конечно, вот все-таки, на мой взгляд, как ни печально, это пример нецелевой траты государственных денег. В принципе, нефтепродукты, которые там протекают, да, они были, текли, они с железной дороги. Раньше, когда вот рабочие на тепловозах, они, так скажем, отчитывались о количестве выполненной работи по количеству зарасходованного топлива. И действительно сливали. Но не так уж и много они его сливали. И постепенно, это линзы, я, кстати, первый нашел в 99-м году, да, какое-то время она очень мощно вытекала, а потом все меньше и меньше. И вот где-то уже к 2021-2022 году утечка была минимальная. И, конечно, вкладывать такие деньги в псевдо-благоустройство, можно сказать, это, конечно, не стоило. Там работает и техника, навезли какие-то камни вообще не из Ульяновской области даже. Ну, то есть в Виновской роще как бы название сохранилось, а ядро, ее центральная часть, она уже, к сожалению, какое-то это другое очень место. А было ли вообще смысл что-то затевать? Ну, обнаружили мазут в роще. Роще чувствовало себя, в принципе, неплохо. Ну, визуально, если погулять, посмотреть, неплохо. Мазута, понятное дело, там не скважина забила, нефтяная. То есть мазут вытек, вы сами сказали, достаточно быстро, там какие-то остатки дотекают. Ну, и, собственно говоря, вот эти крики, все, что рощу надо спасать, на мой взгляд, они и привели к той ситуации, которую мы имеем. Да, криков-то и не было никаких. Крики-то были, что вынести границу в натуру, потому что действительно близлежащие, вот, например, улица Первомайская, поселок Винновка, они частично территорию отрезают, еще там есть всякие любители, которые теннисные корты. Вот была проблема, вынести границы в натуру, а о очистке этих нефтяных линз и речи-то не было. Так, давайте тогда, Дарья Владимировна спросим, откуда пошла речь про очистку? Ну, изначально данный объект был поставлен как объект накопленного в ряда Росприроднадзором, то есть были взяты пробы Роспотребнадзором, Росприроднадзор наблюдал за этой территорией, соответственно, объект был на учете в Гран-Восе, государственный реестр включен, были взяты пробы, проведено обследование, соответственно, были выявлены факты негативного воздействия на граждан, которые проживают близ рощи, ну и, соответственно, было рекомендовано к включению в национальный проект и реализацию именно как проекта ликвидации объекта накопленного в ряда. А вы сказали, негативное воздействие какое-то, известно, что это за воздействие? У кого-то есть информация? Ну, пробы берет Роспотребнадзор непосредственно в родниках, которые там протекают, ну и, соответственно, было выявлено большое количество... А, попадание мазута в... Совершенно верно. То есть проект называется оздоровление Волги и все эти родники непосредственно попадали в Волгу. То есть при взятии проб значительное загрязнение непосредственно самой Волги осуществлялось и на этом, на этих фактах, соответственно, была... Ну, а за работы, которые сейчас там продолжают идти, кто отвечает? Работы выполняются по нашему заказу. Денежные средства были предусмотрены за счет федерального бюджета и областного бюджета в размере 256 миллионов рублей. Соответственно, проект был разработан в 2021-2022 году. В 2023 году был заключен контракт на проведение работы. С 2023 года, соответственно, данный проект реализуется. Но, к сожалению, за один сезон не успели реализовать. Были выявлены дополнительные объемы загрязнения. То есть, тот грунт, который рядом с родниками, соответственно, расположен, он был насыщен нефтеотходами. Ну, и, соответственно, было принято решение также эти русла все зачистить и в соответствии с проектом, который был разработан, все работы реализуются. Последний вопрос. Что за камни, о которых Дмитрий Юрьевич говорил, не нашинского производства и почему нельзя было взять у нас? Ну, вот наш материал или не наш материал это не могу ответить. Это уже полномочия, так скажем, подрядчика, который исполняет. Нам сертификаты происхождения этих материалов не предоставляются. Ну, так скажем, это коммерческая деятельность непосредственно компании. Ну, смысла, наверное, особого нет в том, какие компании. Я думаю, что там исходит все-таки из коммерческих, так скажем, интересов, в зависимости от стоимости и стоимости доставки. Были закупки осуществлены. Действительно, мощение русел, ручьев происходит гравен. То есть достаточно крупная фракция, но надо понимать, что дальше эти русла будут оположены плодородным грунтом, ну и, соответственно... И весь гравий скроется. Конечно. Понятно. Спасибо за ответ. Давайте еще один момент разберем, очень важный. Свалки и помойки. Максим Анатольевич, Дмитрий Юрьевич, вот вы говорили про сознательность, про воспитание. Да и все, наверное, поддержали, да и я. Но при этом, да, сколько уже у нас действуют новые нормативы там по сбору мусора, по утилизации мусора и так далее и тому подобное, в том числе это предусматривало и то, что власти все известные помойки, свалки ликвидируют. Ликвидировали. Помойку, преснопамятную на объездной дороге на Сельцинском шоссе ликвидируют каждый год. Почему? Ну, можно ликвидировать очень долго, но, как я уже и говорил, то есть, дело в том, что все пытаются экономить, да, то есть, больше никак, то есть, ну, а как еще, чем еще объяснить, соответственно, вот этот массовый вывоз, это вывоз не тележками, да, то есть, мы понимаем, что это вывозится огромными машинами из тех или иных предприятий, из тех или иных, там, каких-то, например, строек, да, то есть, то есть, это массовый мусор, то есть, это сотни тонн, тысячи тонн, да, то есть, которые вывозят этих отходов, вот, отходы, то есть, это реальная попытка сэкономить на чем? На здоровье, на своем собственном, здоровье своих граждан, на здоровье тех, кто окружает, ближайших соседей, друзей и так далее, вот, то есть, то есть, это вот такая вот, больше ничем это никак не объясняется, то есть, это вот реальная такая попытка экономить на чем? Потому что, никто не может заставить, да, у нас есть предприятие, которое занимается утилизацией тех или иных отходов, да, то есть, их это не одно предприятие, потому что у нас отходы разного класса, да, то есть, и их утилизируют те или иные там компании. Пожалуйста, можно договориться, у нас у всех там есть всякие средства связи, да, что можно договориться на утилизацию, если вы сами не можете вывезти, к вам приедут, заберут и так далее, но так же не делают. Вывезут до ближайшей посадки, до ближайшей дороги, куда сможет проехать та или иная техника, и там это просто сваливать в ночное время и так далее. На это как бы, на то, чтобы направлять на это непосредственно того или иного пользователя, да, то есть, который ответственен за тот или иной участок земли, но сейчас пока так получается, что должен отвечать, да, то есть, тот пользователь, на чьей территории не происходит непосредственно, да, свалка тех или иных отходов. Ну, давайте, пользуясь случаем, мы про Сельдинское шоссе говорим, вот, Ксения Владимировна, представитель пользователя земли, где происходит свалка. Кроме этой свалки, их еще не одна. Что вы делаете для того, чтобы с ними бороться? Устанавливаем собственника. Если удается установить собственника, естественно, в силу гражданского кодекса, всеми имеющимися полномочиями, понуждаем его ликвидировать свалку как бремя содержания своего имущества. Зачастую, к сожалению, у нас такие свалки находятся на неразграниченных земельных участках. В таких случаях мы информируем регион, Министерство имущественных отношений о том, что наличит такая свалка. Да, и она остается. Ну, они тоже должны принимать какие-то меры. Это уже их зона ответственности. Многие тоже понимают, конечно, да. Понятно. Но вот по Ульянску с 24-го года, именно не про субботника, а именно по свалкам, что вы можете сказать, сколько было ликвидации? Ну, или 23-й год, там, наверное, статистика подошла. Не совсем владею информацией, потому что все-таки иное управление у нас занимается этим. Но мы выезжаем, протокол составляем регулярно. Статистику, к сожалению, не могу. Но занимается это другое управление, а вас оно тоже непосредственно касается. Ваш личный отношение. Что можно сделать? Может быть, региональный закон, какой-то городской закон принять по ужесточению наказания? Потому что, ну, увещевать можно бесконечно. Ну, само собой, возможно, это и недостаточный контроль. Возможно. Возможно, недостаточные административные меры. Я бы вот прям уголовную ответственность ввела, потому что иногда захламляются такие прекрасные участки земли, которые можно было использовать под рекреационную зону, а там по факту свалок. Спасибо вам большое за то, что приняли сегодня участие в нашей программе. К сожалению, время ее подошло к концу. Я напомню, мы говорили об экологических проблемах Ульяновской области, но и по большому счету, наверное, экологических проблемах России в целом. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова